Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я просто как белка в колесе столько дел сделала. И уже когда возвращалась, решила заказать себе роллы. И по дороге взяла еще кейфси. Решила себя порадовать, снять мукпанг, хорошее настроение. Но мне так надоело солнышко и лето. Это просто нечто. Давайте возьмем отсюда колу. Я боюсь, если я возьму это все, упадет. Так, где палочка? Где-то, куда-то затерялась. Взяла огромный просто бокс-мастер. Это самое большое, которое есть в кейфсе. Мои любимые роллы, пицца-роллы. Они очень вкусные, действительно. Я их просто немножко отделила. Только что пришла, сразу села снимать видео. Жара просто вот здесь. Хочется уже наконец-то осень. Я наткнулась на свой старый влог. И реально так интересно пересматривать. И там осень. И мне тоже резко так захотелось осень. Такой атмосферный влог. Такой домашний, уютный, простой, без пафоса. Сначала хотела просто один сет роллов заказать. И уже без пафоса. Все. Полазила у них. Увидела, что с этими роллами сета нету. Поэтому пришлось заказать отдельно. Еще сегодня целый день искала карниз. Я хочу сюда приделать карниз. И потом менять каждый раз занавески. Чтобы у вас постоянно был разный задний план. То есть постоянно покупать ткани, например, по полметра. Нет, наверное, полметра будет маловато. Два метра. Загораживать. И чтобы у вас разный был задний план. Кто смотрел мой влог, тот в курсе. Я купила себе задний план. Но он оказался настолько маленький. Карнизы все прикручиваются к стене. Чтобы прикрутить к стене, нужно сделать к стене дырки. Я боюсь, что папа потом прикрутит меня к этой стене. Поэтому не знаю, не знаю, что делать. Как быть. Хочу какие-то пастельные оттенки. Ткани купить. И менять каждый раз. Зашла в магазин. И говорю, девушки, мне нужен карниз вот такой. Вот такой. Она посмотрела на меня. И говорит, это какое же у вас окно? Что вам вот такой карниз нужен? Она говорит, что если даже окно небольшое, то карниз должен выпирать, чтобы это смотрелось красиво. Объясняет мне. А мне не хочется ей объяснять, что, вы знаете, я мукпанкер. Я снимаю видео, мне нужен задний план. Поэтому я решила прикрутить к стене карниз. К стене, в которой нет окна. В общем, я не стала вдаваться в подробности. Просто когда я покупала карниз в свою квартиру, там просто отрезали. То есть любого размера, который ты хочешь. Например, тебе нужен 2,20. И тебе 2,20 отрезают, и ты платишь за этот размер. Здесь немножко по-другому. В общем, не поняла я. У кого есть идеи, обязательно пишите. Так жалко роллы заканчиваются. Они настолько вкусные, ребят. Вот сколько я роллов пробовала, настолько вкусные ни разу. Вам кажется, что я их пережевываю? На самом деле я их не пережевываю, они тают во рту. Скоро должны приехать мама с папой. Я их безумно люблю. Но мне настолько нравится девочке жить одной. Я просто кайфую от всего этого. У меня везде порядок, все по полочкам. Хотя, когда я живу с мамой, у меня вечный бардак. Я, например, куда-то что-то положила. Я знаю, что это лежит там. То есть у меня ничего не теряется. Я очень ответственно подхожу. Сама встаю вовремя. Лисую, снимаю контент, хожу в спортзал. Я успела даже помыть окно. Я уже захожу в магазин и ищу тряпочку для стекол. Классную, чтобы легко было помыть. Вы знаете, самое интересное, мне хочется. Мне хочется заваривать для себя чай. Мне хочется так красиво раскладывать все это по столу. Потом такая сижу, включая себе какое-то видео. Возможно, это со временем надоедает. Мне просто сейчас так нравится. Но мне настолько нравится это одиночество. Я вообще человек, который очень ценит свое пространство. И когда я выйду замуж, мне будет очень комфортно, если муж будет, не знаю, 5-6 часов на работе, а я буду одна дома. Вот от этого я просто буду кайфовать. То есть я бы не смогла, как на Доме 2, например, участники, постоянно 24 на 7 вместе. Я так не могу. Даже вот в отношениях, например, да, мне не надо, чтобы парень мне звонил 24 на 7. Не надо. Мне не надо слишком часто видеться. Есть девушки, которые хотят видеться каждый день. Каждый день куда-то идти, видеться. Мне оно не надо. Я вот сижу дома и кайфую. И вы знаете, что хочется? Ты одна дома, на улице дождик, у тебя в руках горячий кофе, открыт ноутбук, ты смотришь какой-то сериал. Я, например, в последнее время начала пересматривать Клон. И вот реально раньше, когда я смотрела, я все думала, блин, какой же классный Лукас. Давай же, Адю, убеги с ним. А сейчас спустя время ты смотришь этот же сериал и уже совершенно по-другому тебе кажутся все эти ситуации. Просто сериал реально очень жизненный. И на каждый момент там стоит обратить внимание. Так. Это расширяется такой огромный бокс-мастер. Вот такой. Ролла, конечно, вообще. Это просто тройной поклон тому, кто это готовил. Забыла взять соус. Хотя картошка в рифке и всем всегда не очень. Не потому, что она сейчас уже голодная. Она всегда не вау. Где-то я кушала картошку фри прям супер. Не помню. В общем, я себе вчера вечером сделала салатик. Да, кстати, быстренько-быстренько и посуду помыла. Тут прошлась и стол протерла. Я все это делаю параллельно. Смотрю ютубчик. Влог одной девушки. То есть, мне прям в кайф. Некоторые мне в комментариях пишут, меня прям реально обижают эти комментарии. Пишут, что ой, бедняжка, ты не вышла замуж. Мне вообще одна девушка написала. Мне вообще жаль всех девушек, которые до 25 не вышли замуж и без семьи. Ищут счастье в шмотках, которые заказывают. Кстати, насчет шмоток. Я сделала заказ на 150 долларов. Сорвалась, девочки. Но ничего, это был последний мой заказ. Да ладно, пофиг. Буду покупать то, что мне нравится. Есть возможность, покупаю. Но я же не у кого-то украла эти деньги, правильно? Никого не кинула на деньги. Зарабатываю абсолютно законно. Своих видео никого не оскорбляю, не обижаю. Так что я заслужила. Скоро у нас с вами будет такая крутая, девочки, распаковка. Ну, там не все мое. Там кошелек за 2 доллара не мой. Шучу, там есть вещи, которые не мои. Я захожу в магазины, смотрю продукты, потом смотрю текстиль. И мне хочется смотреть текстиль. За эту неделю я как будто повзрослела лет на 10. У нас просто в Азербайджане не принято жить одной. Ты живешь сначала с родителями, а потом живешь с мужем. Сначала тебе диктуют, как жить у отца дома, затем тебе диктуют муж. Ну, слава богу, у нас феминизм развивается. Женщинам учатся отстаивать свои права. Очень много девушек. Откуда, куда я вообще? Тоже вкусно, но это не сравнится с роллами. Я начала замечать, что все больше и больше подростки делают татушки в 17-18 лет. живут так, как они хотят. Мне кажется, это из-за развития соцсетей, но я не вижу здесь ничего плохого. Мои там подружки видят, что все двигается в плохую сторону. На мой взгляд, классно, что женщины наконец-то научились отстаивать свои права. Я, например, лично мечтаю о дочке. Я не понимаю мам, которые думают, блин, у меня дочка, я хочу наследника. Дочка это мамина радость. Правда, у меня сын, но следующая должна быть дочка. Мне однажды приснился такой сон, он был как вещий. Вот почему-то у меня с тех пор внутри ощущение, что у меня первый ребенок будет мальчик. Не знаю, почему. Мне так кажется, я так чувствую. Возможно, этот кусочек видео я оставлю и со временем, лет через пять, когда мне родится ребенок, я буду этот кусочек вставлять в свои видео. Я чувствую, что у меня будет мальчик. Но не хочу. Хочу девочку. обожралась. Хотя я была голодная, но все равно обожралась. Короче, за эту неделю я поняла, что как только моя квартира освободится, я собираю свои манатки и переезжаю жить одна. Нужно делать шаги в своей жизни. Тем более, у меня есть квартира, люди на съемное жилье выезжают, имея небольшую зарплату. То есть, это все оплатить тоже сложно. У меня есть своя квартира в хорошем месте, пять минут от метро. Здесь, например, я заказываю доставку, мне каждый раз надо спускаться. В моей квартире таких проблем нету. То есть, там курьер может подняться наверх, там лифт не работает с этой штукой, вообще классная ЖК. На той квартире действительно меня прям все устраивает. Дай бог, когда-нибудь куплю еще вторую квартиру в этом же ЖК. На этом, пожалуй, все. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.